Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Народ требует хлеба и зрелищ. Да только в этом году зрелище, кажется, будет без хлеба у нас по соседству. Сотни тысяч европейских фермеров Польши, Румынии, Болгарии и так далее протестуют, закидывая властей яйцами, навозом и претензиями. Урожай-то вот-вот будет, да только девать его некуда и хранить особо негде. То есть труд и затраты пустую. А все благодаря солидарности с Украиной. Помните нашумевшую зерновую аферу сделку? Когда западные страны до ужаса переживали за украинское зерно. Вот мол, как же его вывести под пулями СВО? А то ведь Африка с голоду прям вымрет без украинского пшена. Которого, кстати, не так много, чтобы Африку прокормить. Так вот, Африка выжила, но зерна от недозалежной так и не увидела. Оно почему-то осталось на европейском рынке. Беспошленно ввезенное оказалось дешевле на 70%, чем в той же Румынии. Естественно, его активно раскупили, несмотря на более низкое качество. А вот европейское так и осталось гнить. Получается, зерновая сделка-то работает, правда, в стиле Байдена, куда-то не туда. Вместо спасения голодающих Африки спасли ворующих Украины. Более 8 миллиардов долларов заработал Киев на беспошлиной продаже дешевого украинского зерна в Европе. И более 417 миллионов евро убытков насчитали фермеры Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии. И по традиции европейской солидарности, те начали активно намекать Еврокомиссии, что неплохо бы им за это компенсацию подсыпать. Польша получит еще одну финансовую компенсацию от ЕС, на этот раз за убытки, вызванные импортом украинского зерна. Это почти 30 миллионов евро от ЕС, плюс вторая сумма из национального бюджета, всего около 280 миллионов злотых. Непонятно, найдутся ли у Еврокомиссии возможности компенсировать всем убытки. И все убытки, почти полмиллиарда евро. Но что-что, а вводить ограничения еврочиновники умеют мастерски. Вот и решили пока запретить импорт из недозалежной зерна, фруктов, овощей, вина, мяса и прочего. Болгария и Румыния уже планируют присоединиться к бойкоту. С высоких трибун все, конечно, поддерживают украинцев. Но вот на деле у каждого свои интересы. Кстати, лично я считаю, что бойкот от Польши, той самой безграничной практически соседки, это опасный для Киева звоночек. Сегодня перестали церемониться с торговлей, а завтра, возможно, уже с территориями. Ведь своих претензий на украинские земли польские власти даже не скрывают. Ну да ладно, естественно, запрет на импорт из Украины не понравился киевским продавцам. Бриллианты жене Зеленского в европейских бутиках сами себя не купят, знаете ли. Вот Киев сначала обвиняет Варшаву в нарушении соглашений. А потом заявил, что европейские протестующие, москали, мол, не европейцы они, а Кремль подослал навозом в еврочиновниках покидаться. Это было бы очень весело, но украинцам не до смеха. Американское издание Политико пишет, Украина может увидеть еще один Майдан. К сожалению, Зеленский не смог повторить свою роль президента народа на телевидении в реальной жизни. Его поддержка в какой-то момент упала до 11%. После того, как он уволил премьер-министра, настроенного на реформы, собрал свое правительство с друзьями и бывшими деловыми партнерами и ничего не добился в своей антикоррупционной кампании. Если толпа привыкла, что она способна влиять на власть и сменять ее, ждите повторения Майданов вновь и вновь. Вряд ли здоровый человек мог ждать от Зеленского реформ. Но надоел украинский лидер, похоже, всем и другим силам Киевского рейха. И западным кураторам, и собственному народу. Вопрос, кто первый подожжет фитилек коктейля Молотова на фоне утраты такой доходной лазейки для и так убитой украинской экономики без пошлиной торговли с Евросоюзом. У нас абсолютно новый уровень экономики. Этот уровень называется вопрошайные числа. Но ведь у каждого возник логический вопрос. Как Украине удалось так мастерски провернуть такую продовольственную аферу и так облапошить Евросоюз на беспошлиной торговле? Да просто украинское зерно, американское. А США, когда хотят что-то продать, продают это любыми способами. Что свой сланцевый газ, что зерно, выращенное на Украине. О честной конкуренции в Вашингтоне, судя по всему происходящему, не слышали. Но интересно здесь другое. Евросоюз не в силах сказать штатам «нет». Евросоюз не станет препятствовать зерновой сделке. Просто Варшава по-прежнему четко метит на место мотора Европы Германии. И на фоне шумихи с фермерами разыгрывает свою карту. Хотите нашей поддержки Украины? Платите. И Брюссель уже выделил 30 миллионов евро. На что они будут потрачены на самом деле? Забота не наша. Но на фоне страданий и убытков простых европейцев, содержащих и украинский рейх, и беглых всех мастей, те, кто избран заботиться о людях, явно позаботились о собственных интересах. Еще больше честного разбора инфошума в наших телеграм-каналах.